Здравствуйте, это программа Город Айс, и я Елена Чернявская. Телефонное мошенничество – тема актуальная и животрепещущая. Вопреки множеству предубеждений, количество довечерных граждан, которые попадают в сети мошенников, на сегодняшний день по-прежнему велико. Вот как уберечь себя и близких от мошеннических действий? Откуда у мошенников появляется база данных банковских клиентов? Каким образом государство наказывает за подобные преступления и действия? Вот можно ли запрограммировать человека по телефону? И как социальные хакеры взламывают наше сознание, и как противостоять их психологическим уловкам? Вот об этом сегодня я говорю с гостем программы Город ТЭС, с начальником оперативно-сыскного отдела уголовного розыска Управления МВД России по городу Самаре Владимиром Михайловичем Елясиным. Здравствуйте, Владимир Михайлович. Здравствуйте, Елена. Благодарю вас, что нашли время прийти к нам в студию поговорить на эту, я еще раз повторюсь, очень-очень актуальную тему. И первый вопрос мой такой. Расскажите, пожалуйста, вот какие на сегодня, чаще всего, нечистые на руку граждане, используют виды мошенничества? И вот, может быть, они стали еще какие-то новые, не только телефонные? Ну, на сегодняшний день наиболее актуальными способами совершения мошенничества мы по-прежнему отмечаем, это звонок от псевдосотрудника банка, службы безопасности банка, это покупки через интернет, это взлом аккаунтов в социальных сетях, фишинговые сайты-двойники, ну и всеми любимые сайты бесплатных объявлений, также все это на площадках интернета. Присутствует. Вот давайте, прежде чем мы более подробно раскроем заявленную сегодня тему, я предлагаю посмотреть небольшой видеосюжет и вместе, так сказать, проясним ситуацию и посмотрим, что же на сегодня происходит на как раз этом рынке мошенничества. Внимание на экран. Как не стать жертвой мошенников? Вам позвонили, прислали СМС с неизвестного номера с просьбой о помощи близкому человеку. Не впадайте в панику. Не торопитесь предпринимать действий по инструкциям неизвестных людей. В разговоре задавайте вопросы личного характера, помогающие обличить мошенника. Под любым предлогом постарайтесь прервать контакт с собеседником, перезвоните родным и узнайте, все ли у них в порядке. Вам позвонили, прислали СМС из банка или госоргана с неизвестного номера. Не торопитесь действовать по инструкциям звонящего. Не сообщайте персональные данные неизвестным лицам, кем бы они не представлялись. Проверьте информацию, позвонив в организацию. Вам прислали ММС или ссылку с неизвестного номера. Не открывайте вложенные файлы. Не переходите по ссылкам, удалите подозрительное сообщение. Не устанавливайте приложение из непроверенных источников. Пользуйтесь антивирусным программным обеспечением. Подключите бесплатную услугу StopContent. Вы заподозрили интернет-продавца в недобросовестности. Оставайтесь бдительным. Не предпринимайте поспешных решений и при первых же подозрениях откажитесь от сделки. Встречайтесь с продавцом в общественном месте, так как это наиболее безопасный способ совершения покупки. Передавайте деньги незнакомому продавцу только лично в руки. Никогда не переводите деньги незнакомым лицам в качестве предоплаты и не сообщайте дополнительные данные банковских карт. Вас просят воспользоваться вашим мобильным телефоном для срочного звонка. Убедитесь в добропорядочности обратившегося за помощью. В противном случае под любым предлогом откажите в просьбе. Не отдавайте телефон, если к вам обратились в темном или безлюдном месте. Наберите необходимый номер телефона и только после этого передавайте трубку. Следите за действиями звонящего. Не позволяйте заходить в меню телефона «Отправлять СМС». Если в отношении вас или ваших близких совершено преступление, незамедлительно обратитесь в полицию. Владимир Михайлович, давайте поподробнее поговорим. Расскажите, пожалуйста, о видах вы сказали. Давайте поподробнее, как происходит все-таки обман, когда звонит человек и представляется, к примеру, сотрудником банка. Ну, здесь, как правило, способ совершения используется такой. То есть вам поступает на телефон звонок. Абонентский номер здесь может быть любой. Учитывая нынешние возможности программ, которые есть, это может быть даже номер известного вам банка и любой городской номер, и любой мобильный телефон. Так называемая система подмены номера, да? И, соответственно, у вас на экране высветится тот звонок, тот номер телефона, который хочет преступник, чтобы вы видели. После этого вам говорят, что вам звонят сотрудники банка, служба безопасности банка, представитель банка, и объясняет вам, что в отношении ваших счетов происходит некая активность. И сейчас поступила заявка на снятие денежных средств. Задает вам вопрос, вы ли это делали, да? Соответственно, вы говорите, что это нет, не я. У вас сразу появляются мысли в голове, сейчас у меня украдут все деньги, да? Этим и пользуются мошенники. Далее, либо вы, не осознавая своих действий, говорите ему номер своей карты, код сообщения, который вам приходит на телефон, код безопасности карты, либо при определенных... Ну, какие-то персональные, личные данные, которые ни в коем случае нельзя сообщать мошенникам. Они, скажу больше, даже не сообщаются сотрудникам банка. Вот так? Да, потому что на всех сообщениях, которые вам приходят от банка, написано, что код доступа никому не сообщаете. Не сообщаете. Там они могут переводить, снимать ваши денежные средства, скажу больше, могут даже оформлять кредиты на вас дистанционно, да? Все мы знаем, что в приложении банка можно с помощью телефона, да, оформить себе кредит. Это займет 2-3 минуты, и денежные средства поступят на ваш счет. Владимир Михайлович, вот такой мне к вам вопрос. Скажите, а чисто из опыта только вашего хочу узнать, а вот настоящие сотрудники банка, если, допустим, происходит такая же активность по совершению платежей, ведь они же никогда не позвонят, но совершаете вы платежи в личном кабинете, совершаете на здоровье. Я имею в виду, реальный сотрудник банка не позвонит и не скажет, ведь верно? То есть вот эта уловка чисто мошенническая. Ну, здесь не совсем, конечно, вы верно говорите. Сотрудник банка может вам позвонить, но сотрудник банка вам сообщит сухой информацией о том, что ваша карта заблокирована в связи с подозрением на мошенничество. Спасибо. Для того, чтобы разблокировать карту, вам нужно обратиться в отделение банка, ну, где ваш расчетный счет был открыт. Все. Никаких кодов, никаких данных ваших они спрашивать не будут. Вот это вот отличие такое, да, существенное? Это наиболее существенное отличие, да, и только мошенники пытаются узнать все коды, которые вам пришли. У нас есть еще одно небольшое видео, я сейчас предлагаю к нему обратиться. Абоненту предлагают подключить новую услугу, запугивают отключением номера или просят заплатить за услуги роуминга, набрав комбинацию знаков на вашем телефоне. Никогда не набирайте на мобильном цифровых команд, назначение которых вам неизвестно. Владимир Михайлович, какими могут быть обманы, вообще, в принципе, связанные с деятельностью банков? Банковскими картами, возможно, еще? Ну, здесь еще один распространенный способ совершения преступлений – это в случае утери вами банковской карты преступник, нашедший ее, начинает ей пользоваться, так как на большинстве карт у нас есть определенная функция – это бесконтактная оплата, да, и не требующее введение пин-кода карты до тысячи рублей. Вот. И здесь, естественно, преступник осуществляет покупки в различных магазинах до тех пор, пока ваша карта не будет заблокирована, либо на ней не кончатся денежные средства. В таких случаях нужно, наверное, срочно связаться с представителями этого банка, в котором оформлена карта, ну и, конечно, ее заблокировать? Да, конечно. В случае утери банковской карты незамедлительно позвоните в банк по горячей линии и заблокируйте свою карту. Тем самым вы обезопасите все свои денежные средства, которые у вас есть не только на этой карте, но и на остальных расчетных счетах. Прекрасно. Вот в этих случаях, когда карта утеряна или когда ее попросту украли, следует ли обращаться в ваше ведомство? В обязательном порядке. В случае кражи банковской карты или если вы утеряли банковскую карту и с нее ей воспользовались преступники, в обязательном порядке вы обращаетесь в ближайший отдел полиции и заявляете о том, что произошло. То есть не нужно рассуждать так, ну, я заблокировал деньги вроде, не украли, пойду, да и сделаю себе карту новую. Вот это ошибочное мнение. Все-таки стоит, наверное, как-то предупредить, возможно, следующее действие, чтобы не повторялось такого. Если вы считаете, что в отношении вас было совершено преступление, либо оно, возможно, будет совершено, в любом случае обращайтесь по лицу. Есть еще одно небольшое видео, банковский код, и давайте посмотрим его. Банковский код. Мошенники присылают владельцу карты сообщение о том, что карта заблокирована, и просят обратиться за поддержкой по телефону. Сообщник, отвечающий на этот звонок, просит сообщить номер карты и пин-код для решения проблемы. Получив указанные реквизиты, злоумышленники похищают деньги. Никогда и никому не сообщайте реквизиты вашей карты. Владимир Михайлович, ситуация с ДТП или мошенничество через электронную почту также имеет место быть. Скажите, пожалуйста, вот эта практика сохраняется у злоумышленников? Да, вы знаете, может быть, не в той мере, как это было ранее, более распространенным способом совершения преступления, но сейчас, тем не менее, мы регистрируем заявление, да, когда потерпевшим звонят и говорят, что сотрудник полиции, вот ваш сын, внук, в общем, ваш близкий родственник попал в ДТП, либо попал в полицию, и для того, чтобы решить его проблемы, вы должны отдать денежные средства за него, там, внести залог и так далее. То есть под любым другим предлогом они пытаются выманить у потерпевших денежные средства. Что нужно делать в данный момент, когда поступил такой звонок? Вот первые действия после этого звонка. Ну, здесь все мы прекрасно понимаем, да, что ситуация с близкими, да, может вести в ступор, особенно если это пожилые люди, взрослые, но не стоит здесь сразу выполнять все действия мошенников. Первое, что нужно сделать, это позвонить своим родственникам, позвонить, рассказать... То есть от лица которых, да, шел диалог с мошенником. Даже если вы не можете дозвониться до того человека, ну, от имени которого вам звонили, позвоните другим родственникам, объясните ситуацию, расскажите, что случилось. И я думаю, что здесь все-таки родственники помогут вам в вашей ситуации и объяснят, что на самом деле произошло. И я думаю, что уберегут вас от... Но ни в коем случае не нужно бежать в банк, снимать деньги, тем самым переводить на якобы счет, который может помочь. Скажите мне, пожалуйста, вот какие все-таки группы граждан оказываются чаще всего жертвами мошенников? Вы знаете, если раньше... Это не только пожилые люди, мне кажется. Если раньше мы, да, фиксировали то, что наиболее распространенная группа населения, это были у нас все-таки пожилые граждане и пенсионеры, то сейчас, не могу сказать, все слои населения подвержены как бы. То есть зависит ли это от ситуации, когда звонит мошенник, от настроения, от чего вообще? Почему здравые люди, образованные, умные, попадают вот на удочки? Ну, здесь прежде всего, наверное, доверчивость. Второе, я думаю, это может быть какая-то определенная финансовая неграмотность граждан. Ну, и все-таки психологический фактор, когда вам звонят и говорят, что у вас какая-то проблема, и мы сейчас поможем вам ее очень быстро решить, да, оно как бы настраивает человека, вот, ну, мне звонят люди, значит, они мне сейчас помогут, да, и если я вот сделаю то, что они мне говорят, то все у меня будет хорошо, да. Ну, вот, наверное, все-таки все вот это в совокупности. Возможно, что и кого-то застают врасплох, кто-то действительно просто доверяет людям. Да, да. Поэтому... Есть еще один небольшой ролик, как раз на нашу тему, давайте его посмотрим. Звонок поступает ночью или в рабочее время. Странный голос сообщает об аресте родственника. Сообщник представляется сотрудником правоохранительных органов и вымогает взятку. Вся эта ситуация – вымысел. Вашему родственнику ничего не угрожает. Достаточно перезвонить ему, чтобы убедиться в этом. Скажите, пожалуйста, вот с какими сложностями вы сталкиваетесь при раскрытии вот таких видов мошенничеств, о чем мы сказали выше? Ну, первое здесь все-таки, наверное, это дистанционное совершение данных преступлений. Если потерпевший находится в городе Самара, то преступник может находиться в любой части нашей страны и не только. Учитывая то, что сейчас есть возможность совершения звонков без использования, так скажем, аппаратов сотовой связи, так называемая IP-телефония, когда звонки осуществляются посредством сети интернет, то осуществляться они могут из любой точки мира. У них есть у мошенников технология обманывать людей, а у вас, у сотрудников МВД, есть какие-то уникальные технологии, чтобы их поймать и обезвреживать? Ну, технологии, конечно, есть. В силу определенных обстоятельств я не могу разглашать способы, которыми мы пользуемся при раскрытии данных преступлений. Скажу только, что они есть. И они раскрываются? Статистику приведите, пожалуйста, Владимир Михайлович. Они раскрываются, да, может быть, не в той мере, в какой бы нам хотелось все-таки, да, но преступления данной категории раскрываются как и звонки от сотрудников банка, и покупки через интернет, и через торговые площадки. Вот как раз давайте поговорим об этом поподробнее, покупки через интернет-магазины. Приведите, пожалуйста, примеры вот именно манипуляций, да, которые устраивают мошенники, вот в данном случае, когда идет покупка через интернет. Ну, здесь, наверное, стоит разделить как бы на две категории. Это когда нечистые на руку граждане создают в интернете определенные сайты по продаже тех или иных вещей, да, включая там бытовую технику, животных, не знаю. Да, ну, все, что угодно. Все, что угодно, да. Любой вид товаров. Любой вид товаров, да. Ценник, как правило, отличается от магазинного, то есть он гораздо ниже. Уже стоит насторожиться. Уже стоит насторожиться, да. Рассрочки, акции, бесплатные доставки, кредит, в общем, все, что угодно, да. Лишь бы привлечь вас в свой магазин. Впоследствии, как правило, они просят либо предоплату, либо полную оплату товара, ну, после чего просто не доставляют данный товар. Что нужно здесь делать? А мы поняли, какие уловки они используют. Ну, а ведь так и происходит. Сначала оплачиваешь, а потом товар приходит. Я имею в виду в добропорядочных магазинах. Как здесь себя-то обезопасить? Здесь бы я порекомендовал всем пользоваться проверенными интернет-магазинами, да, больших наших ритейлеров, которые тоже все знают прекрасно. И не пользоваться, почитать историю, почитать отзывы, опять же, об этом магазине, да. И почитать отзывы не только на сайте этого магазина, а, ну, в просторах интернета, в поисковой строке забить название этого магазина и просто нажать отзывы. Все. Как правило, все достаточно оперативно и быстро выкладывают информацию о том, что с ними произошло, если тебя обманули. Все стараются как бы об этом рассказать. Поэтому, как правило, о таких магазинах уже есть отзывы о том, что данный сайт является мошенническим. Поэтому я думаю, что здесь не стоит с этим связываться. И те деньги, которые вы бы сэкономили, да, на этой покупке, они, ну, вообще не вернутся к вам никогда. Да, ну и помнить, наверное, лучше всегда о том, что бесплатный сыр бывает, ну, конечно, только в мошеловке. Только в мошеловке, да. И второе здесь, наверное, большой блок – это использование всем известных сайтов объявлений бесплатных, да, которые у нас очень большой популярностью пользуются. И там тоже продают все виды, все группы товаров. У нас, как говорится, от ручки до космического корабля можно купить на этих сайтах объявлений. Я сама буквально чуть не стала жертвой мошенников, разместила объявление на очень одном известном сайте, и мне сразу же в WhatsApp начали писать сообщения. Никогда представители этой компании не будут писать в WhatsApp. Это вот уже, я вам назвала первый признак. Какие еще бывают моменты, вот когда подаешь в объявление о продаже или покупке товара на известных платформах? Ну, здесь вы правильно сказали. Если после того, как вы разместили, либо вы хотели приобрести товар на данной платформе, вам покупатель, либо продавец предлагает перейти в другой мессенджер, дабы избежать переписки на сайте продавца, пытается вам навязать определенные услуги по доставке. Здесь также стоит отметить, что в настоящее время достаточно часто преступники, пользуясь тем, что все торговые площадки имеют, ну, как свои службы доставки, да, они предлагают товар с доставкой, да. Но здесь скидывают ссылки якобы, якобы на доставку товаров, но тем самым вы вводите в эти ссылки свои данные, данные своих банковских карт, коды подтверждений, тем самым тоже даете возможность злоумышленникам списывать эти денежные средства. А вы знаете, я о чем подумала, вспомнив вот ту ситуацию, когда я выложила объявление, ведь одновременно, одномоментно я имею в виду, сколько людей выкладывает объявление о продаже и покупке. И я буквально выложила, через пять минут мне пришло это сообщение. Это сколько людей этим занимается, если вот просто представить, да, что одновременно, там, ну, к примеру, 150 тысяч человек выложили объявление, там, ну, если взять по всей России. То есть это можно говорить вот о глобальном кибермошенничестве вообще. Ну, здесь мы не можем, конечно, сказать, что звонят сразу всем, да. Может быть, вы попали в число избранных, кому позвонили, да. Написали. Может быть, их заинтересовало ваше объявление, может быть, какие-то определенные моменты вы указали, которые для них были интересны. Интересны, как мошенникам, да, как наживка. А, как правило, наверное, на дорогостоящие объявления, да, вот, клюют мошенники. Или ведь не будут работать по молочам, как вы считаете? Ну, здесь стоит отметить, что на такие объявления, как сдача квартиры, продажа домов, продажа автомобилей, да, естественно, они больше внимания уделяют, так как, правильно вы отметили, что суммы больше, да, соответственно, как бы здесь появляются, так скажем, пространства у них для совершения мошенничеств. Можно просить залог, задаток, перевести часть, сумму денежных средств. Здесь стоит задуматься, вы же никогда не видели этого человека, не знаете, кто он, где он и откуда, да, и переводить денежные средства за тот товар, который вы тоже не видели, ну, наверное, и не стоит. Спасибо. Вот очень ценное наблюдение. И есть еще видеоролик, давайте обратимся также к нему. СМС-попрошайничество. Абонент получает на мобильный телефон странное сообщение. У меня проблемы. Положи на этот номер 900 рублей. Сам не звони, свяжусь с тобой позже. Никогда не кладите денег в ответ на просьбы, поступающие с незнакомых номеров. Скажите, пожалуйста, Владимир Михайлович, взломы аккаунтов в социальных сетях также актуальная проблема, и можно ли вот посредством таких взломов, такого вида мошенничества, также украсть денежные средства? Ну, как правило, мошенники после взлома аккаунта в социальных сетях потерпевшим пишут сообщение с просьбой одолжить денежные средства. Стара, как мир истории, и попадаются все равно, да? Но, тем не менее, она продолжается, да, имеет место быть. Просят перевести. Вот я сейчас пришлю номер карты, пожалуйста, пришли туда, у меня срочная проблема, я потом все объясню. Но здесь тоже, как один из способов защититься от этого, это прежде всего позвонить человеку. Позвонить, попытаться связаться с ним, с родственниками, с его друзьями, знакомыми. Да, потому что, как правило, после взлома аккаунта идет веерная рассылка, то есть сообщение отправляют всем друзьям, которые есть в друзьях у этого человека, и, соответственно, кто-то поможет, так скажем. А мне кажется, вот просто на секундочку стоит остановиться, успокоиться, во-первых, когда происходит такая ситуация, и подумать, но вот действительно ли, если случилось несчастье с моим другом, родственником и так далее, будут ли просить посредством кого-то, а помочь и через социальную сеть? Но ведь нет же. Если нужно, позвонят всегда лично, объясняют ситуацию. Ты услышишь знакомый голос, ты увидишь на телефоне, что определился номер именно моего товарища, друга, родственника и так далее. И тогда уже лично принимать решение. Правильно? Абсолютно верно, да. Прежде всего, все действия, особенно связанные с финансами, нужно проводить с холодной головой. И понимать, что когда ты переводишь деньги неизвестному человеку на неизвестный счет, то как они вернутся к тебе потом? Да, и вернутся ли. И вернутся ли. Большой вопрос. Хорошо, продолжают ли встречаться случаи, когда мошенники выдают себя за социальных работников, волонтеров и приходят в квартиру к пожилым людям? И вот, наверное, здесь чаще всего с такими случаями к вам приходят с заявлениями, с обращениями. Верно? Да, вы знаете, такие способы совершения преступлений существуют. К сожалению, наши с вами бабушки и дедушки, да, выросли, наверное, в других условиях, в другой стране. Они более открыты, они более доверчивы, и для них такие слова, как пенсионный фонд и социальная служба, да, имеют, ну, такое весомое значение, да, и когда человек к ним приходит и говорит, что он из какой-то такой организации, Особенно, если покажет поддельное удостоверение еще, да? Если, да, покажет еще и какую-то бумагу, да, то, естественно, пожилые люди начинают, ну, относиться к нему как к родному, так скажем. Вот давайте здесь остановимся поподробнее. Для наших уважаемых телезрителей именно пожилого возраста, как распознать мошенника и выявить, действительно ли перед тобой преступник. Это вообще реально существуют способы, которые работают, Владимир Михайлович? Ну, здесь я бы посоветовал позвонить, прежде всего, своим родственникам, позвонить детям, внукам, ну, в общем, тем близким, кто у вас есть. Ну, если нет рядом никого, живут далеко одинокие человек. Все равно, позвоните по телефону, скажите, что ко мне вот пришел вот сотрудник пенсионного фонда или социальной службы. Так, а что можно у него спросить? Имя, фамилию, где работает, как? Ну, вы знаете, у нас, в принципе, нет практики прихода сотрудников пенсионного фонда граждан. Начнем с этого, да? Что у нас сотрудники пенсионного фонда без соответствующего вызова, да, без какой-то необходимости никто никому не приходит. Когда не придет. И социальный работник, если он к тебе ходил до этого, ты знаешь эту женщину, то есть и постороннего человека ожидать у себя в квартире тоже нелепо. И социальный работник, если он к вам никогда не приходил, то он к вам и не придет. Здесь стоит все-таки задуматься прежде всего об этом. Ну, если к вам пришли, позовите соседей, постучите в соседнюю квартиру. Как правило, ну, бабушки, дедушки знают, да, своих близких соседей. Вот, постучите, позовите, скажите, здравствуйте, вот ко мне пришел человек, посмотрите, пожалуйста, проверьте, вот, компетентен ли он приходить ко мне, да, и с какой целью он ко мне пришел. Второй момент. Ну, все мы понимаем, да, что преступление направлено на то, чтобы завладеть деньгами, да, либо какими-то ценностями. И, как правило, потерпевшие сами показывают, где у них находятся денежные средства под тем же предлогом, а вот будет замена денег, а покажите, пожалуйста, какие у вас вот есть купюры, мы сейчас что-то перепишем, запишем, чтобы у вас не было проблем, да, и... Вот это сразу нужно обратить внимание и, наверное, не пускать квартиру себе посторонних людей. Я прошу прощения, Владимир Михайлович, наша программа подходит к концу, я хочу все-таки предоставить вам заключительное слово как итог, на что обязательно нужно обратить внимание. Если вы столкнулись с действиями мошенников, и если ты понял, что стал жертвой обмана, что нужно делать? Ну, как я уже ранее говорил, если вы поняли, что вас обманули, незамедлительно обращайтесь в полицию. Если вы в процессе разговора с неизвестным, чувствуете, что в отношении вас может быть совершено какое-либо преступление, перестаньте разговаривать, положите трубку. Все свои вопросы и все свои проблемы, связанные с банком, вы можете решить путем посещения отделения банка, что сейчас, я думаю, ни для кого не составит большого труда, так как отделений банков очень большое количество, все они в шаговой доступности. Конечно, но потом работает всегда горячая линия, которая есть на цельном сайте. Перезвоните сами на горячую линию, вы будете знать, что вы позвонили именно в банк, так как входящий звонок не обеспечивает вам гарантии, что вам звонят действительно сотрудники банка. Если вы столкнулись, так скажем, с мошенничеством в сети интернет, заблокируйте сами свой аккаунт. Если вы уже передали данные своей банковской карты, заблокируйте свою банковскую карту. Обратитесь также по горячей линии в банк, в течение двух минут ваша карта будет заблокирована, и тем самым вы обезопасите себя и свои денежные средства. Если к вам пришли домой, позовите соседей, позовите родственников. Скажите, что вы сами обратитесь в эту службу, если у вас будет необходимость, и вы сами придете в тот же пенсионный фонд или социальную службу. Берегите себя, своих близких и свои деньги. Спасибо вам большое. Вот нечего добавить, присоединяюсь к каждому слову. Благодарю вас. Ну а вам желаю, уважаемые телезрители, быть как можно больше бдительными. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова